Здравствуйте! С вами Дончик Виктория Павловна. И сегодня мы поговорим о том, как заставить непослушные картинки перемещаться в тексте вместе с фрагментом текста. Для этого нужно понять, что документ Word состоит из слоев. Из слоя текста и из слоя рисунка. Есть рисуночки, которые расположены на слое текста. Так вот, эти рисунки и будут перемещаться вместе с текстом. А есть рисунки, которые расположены на слое рисунков. Вот именно эти рисунки будут независимы от текста. И чтобы рисунок перемещался вместе с текстом, его нужно привязать. А что такое привязать? Вот именно этим сегодня мы с вами и займемся на нашем занятии. Сегодня мы рассмотрим, как выглядит привязка рисунка к фрагменту текста. Зачем нужна привязка и как выделить рисунок в тексте? Как скопировать рисунок в другой документ? Как изменится привязка, если изменить положение рисунка? И самое главное, как сделать, чтобы рисунок перемещался вместе с определенным текстом? Ну, например, с заголовком. Для этого перейдем на главную, нажмем непечатаемые знаки и посмотрим, каким образом выглядит наша привязка. Видите, появился якорёк. Вот этот якорёк и обозначает привязку рисунка к нашему тексту. В зависимости от того, где находится рисунок, будет расположен вот этот якорёк. В данном случае он привязан к абзацу. Давайте проверим. Выделим заголовок. Видите, рисунок не выделяется, поэтому текст и картинка не связаны. А теперь рисунок и заголовок у нас выделили. То есть мы привязали вручную рисунок и текст. Скопировав данный фрагмент, мы увидели, что фрагмент текста и рисуночек они взаимосвязаны между собой. Вот так мы с вами сделали. Давайте посмотрим, как будет привязка изменяться в зависимости от того, если я буду перемещать рисунок. Вот взяли рисуночек, перемещаем и привязка, вот этот якорёк, он тоже идёт сначала к первому абзацу, потом ко второму и так далее. Вот посмотрите, пожалуйста. В принципе, можно попробовать вручную изменить, привязать к заголовку. Но в данном случае, поверьте, мы изменяем только расположение якоря относительно на рисунке видимость. Но при этом рисунок и заголовок у нас с вами не будет связан. Для того, чтобы его связать, нужно выполнить ряд определенных действий. Итак, давайте разместим сейчас рисуночек относительно заголовка, то есть вручную привяжем. И перейдём на формат, далее упорядочить положение и откроем дополнительные параметры размерки. Вот здесь главное, чтобы стояло два флажка. Перемещать вместе с текстом и установить привязку. Эта привязка будет обозначаться следующим образом. Якорек вместе с замочком. В данном случае у нас текст, то есть заголовок и картинка привязаны между собой. Ну давайте проверим. Итак, ещё раз выделяю заголовок, копирую и открываю новый документ, нажимаю Ctrl-N и у меня всё получается. Ага, давайте переместим, копируем ещё разочек заголовок, откроем сейчас новый документ и посмотрим, каким образом будет размещаться текст заголовка и картинки относительно листика. Обратите внимание, что картинка запомнила своё местоположение первоначально, то есть так как картинка была в том тексте, так же она будет расположена и в новом, относительно моего текста. Итак, сегодня мы с вами должны понять самую главную вещь, что картинка и текст расположены на разных слоях, что картинка не просто так вставляется текст, она вставляется с привязкой к какому-то определённому фрагменту. С вами была Дончик Виктория Павловна. До новых встреч на портале informatic-урок.ру